Слава Богу, братья и сестры! И Он пошлет нам кого? Духа Утешителя. Слава Богу! И вот благодаря этому Духу Утешителю мы сегодня имеем вот эти все прекрасные чудеса, действия Господни среди нас, среди народа, среди нас здесь, в Америке, среди вот этих подростков, деток там на Украине и старших, среди всех любящих Бога. Потому что Дух Божий, Он обитает везде. Дух Святой, Он может быть здесь, когда мы молимся, и в то же самое время Он может быть там на Украине, где люди молятся, Он может быть в Африке, где люди молятся. Иисус Христос мог быть в одном месте. Поэтому Христос сказал, что лучше для вас, когда я уйду. Лучше, когда я пойду, а пошлю вам Утешителя. Слава Богу! Я хотел бы немножко обратить наше внимание как раз на вот эту тему. Потому что в последнее время я чувствую побуждение от Бога говорить о том, что как нам необходимо или нужно иметь близость с Духом Святым. Я уже немножко затрагивал эту тему. Я понимаю, что не День Пятидесятницы, но мы Пятидесятники, правда? Мы празднуем этот праздник каждый день. Потому что мы любим Духа Святого, мы покорны Духу Святому, я верю в это. И мы хотим исполняться Духом Святым на всяком месте и во всякое время. Не только в День Пятидесятницы. Поэтому мое желание, хотелось бы прочитать послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Мы немножко порассуждаем над этим. Место интересное очень. И я хотел бы прочитать еще одно место после этого. И мы, хотелось бы просто вывести правильные выводы отсюда. И хотелось бы, чтобы мы действительно делали так, как призывает нас Писание. Написано так в Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Вот интересно так написано, да. И вот еще одно место, которое мне хотелось бы обратить внимание, это Евангелие Иоанна, 14 глава, 16-17 стихи. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовеки Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видел его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Слава Богу. Это говорится о том Духе, о котором апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, но исполняйтесь Духом. Вот этого утешителя, о котором Иисус Христос говорил, что он пребудет с вами и что? И в вас будет. Оказывается, для того, чтобы он в нас был, нам нужно что-то делать. Он пребывает с нами, и слава Богу, что он пребывает с нами. Я верю в то, что когда мы пришли на это место, то Библия говорит нам, что где двое или трое соберутся во имя мое, то что? Я с вами. Мы верим в то, что Дух Святой пришел прежде нас даже на это место, потому что он знал, что мы соберемся здесь. Он знал, что сюда придет народ Божий во имя Иисуса Христа, слава Богу. И он с нами. Но дальше Иисус Христос говорит, ибо он с вами пребывает и в вас будет. И хотелось бы, чтобы сегодня вот этот сильный, могущественный, действующий Дух Святой, которого Иисус Христос называет утешителем, был в нас, не только с нами. Очень хорошо, когда он с нами, но очень важно. Это не только не то, что хорошо, это очень важно и очень необходимо нам, как христианам, чтобы Дух Святой был не рядом с нами, не в собрании нашем, но в нас. Потому что Писание говорит, неужели вы не знаете, что вы что? Храм, живущего в вас. Живущего в нас кого? Духа Святого. Мы есть храм, живущего в нас Духа Святого. И где бы еще? Как Христос, помните, говорил, когда Он остался в Иерусалиме в своих 12 лет, и матерь Его Мария и Иосиф искали Его. И когда они пришли к храму, то где они нашли Его? В храме, сидящем и говорящим с священниками и книжниками. И Он им задал или сказал такой вопрос. Почему? Почему вы, ну, как бы смущаетесь или ищете меня? Разве вы не знаете, где мне должно быть? Разве вы не знаете, где мне должно быть? Так вот, сегодня вопрос, дорогие мои друзья. Дух Святой, посланный Иисусом Христом, Сыном Божьим, пришел на эту землю, и мы Его храм. Разве мы не знаем, где должно быть Духу Святому? Мы знаем, правда? Там ли Он? Внутри ли Он нас? И вот вопрос стоит сегодня. Внутри ли меня Дух Святой? Мне очень хотелось бы призвать каждого из нас, я говорю это в первую очередь к себе, потому что Бог побуждает мое сердце исполняться больше Духом Святым. Бог побуждает мое сердце искать больше вдохновения, больше побуждения от Духа Святого, близости с Богом. Это только происходит через общение с Духом Святым. Он здесь, на этой земле. Он рядом с нами. Он на этом месте для того, чтобы я упивался этим Духом Святым. И Писание говорит нам, апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Почему здесь происходит такая параллель? Я вот думал над этим не однажды, и думаю, Господи, ну разве не было лучшего сравнения? И мне пришло такое как бы вразумление, может быть, я не знаю. Скажите мне, пожалуйста, вы видели пьяных людей? Видели, правда? Я видел. Они обладают собой? Нет. А что делает их неспособными обладать собой? Что? Они принимают решение, я вот сейчас выпью чарочку, и я вот перестану обладать собой, да? Нет. А что же происходит? Они принимают решение выпить чарочку, а дальше все происходит само собой. Потому что после того, как они употребили алкоголь, что происходит? В организме происходят какие-то химические процессы, и человек перестает обладать собой. Человек не способен больше обладать правильно, трезвым. Мы говорим, человек нетрезвый. Вот нельзя к нему придраться, нельзя его требовать какого-то отчета, потому что он был что? В нетрезвом состоянии. В нетрезвом состоянии. Так вот, дорогие мои друзья, мне хотелось бы, чтобы мы были нетрезвы от Духа Святого. Вот Иисус Христос через апостола Павла, посланник Ефесянам, обращается к нам сегодня и говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Почему? Мы любим жизнь под контролем, это нормально. Мы любим утречком проснуться, мы детей этому учим. Проснулся, иди умой лицо, почисть зубы, ну приведи себя в порядок, оденься, погладь все, ну все, чтобы было порядочно, правильно? Но человек пьяный это делать может? Нет. Он не обладает собой. Он не обладает собой. Дорогие мои друзья, интересная параллель здесь происходит, потому что человек, исполненный Духа Святого, он не обладает собой. Он не способен контролировать в своей жизни некоторые обстоятельства. И Библия говорит нам, что нам очень необходимо как раз быть исполненным Духа Святого. Быть наполненным этим Духом Святым. Почему? Потому что все перемены нашего характера, все, что должно произойти во славу Божью, происходит только с исполнением Духом Святым. Наша природа сама по себе не способна достичь полноты Божьего характера. Наша природа сама по себе не способна угодить Богу. Весь Ветхий Завет был построен на том, что люди пробовали угодить Богу через свои старания, через свои стремления, через свой характер, через свой порядок, исполняя закон Моисея. Но пришла эра Духа Святого. Пришло время, когда Христос говорит, и Он не просто предлагает здесь в этом Писании, Он не просто через апостола Павла говорит, может быть, вы попробуете заменить исполнение, ну, пить вино исполнением Духа Святого. Но Он что говорит? Но исполняйтесь Духом. Вот интересно, если мы немножко глубже камнем в русский язык, то русский язык говорит нам следующее, что здесь используется глагол «в повелительном наклонении настоящего времени и в пассивном залоге». Что это значит? Это значит, что это приказ. Это приказ. Приказ всегда звучит в подобном, ну, построении речи. Звучит в повелительном наклонении, когда нам повелевают, в настоящем времени и в пассивном залоге. Что значит в пассивном залоге? Вот пассивный залог, это значит, что когда исполнитель действия очевиден или несущественен, или когда действия или его результат более интересны, чем сам исполнитель. То есть здесь, в этом месте священного писания апостол Павел говорит, что не важно, кто ты, не важно, какой ты, не важно, в каком ты положении, но сам факт исполнения Духом Святым обязателен и очень важен. Это не просто вариант для нас, христиан. Дух Святой может быть рядом, а я могу исполниться немножко Духа Святого сегодня. Но Писание говорит нам через апостола Павла, что я должен исполняться Духом Святым. Если я хочу, чтобы в моей жизни было исцеление, что я должен делать? А кто производит исцеление в моей жизни? Иисус Христос сидит на сну Бога. С нами здесь на земле кто? Дух Святой. Где творил работу Бог в Ветхом Завете? Вы помните, вот когда что-то, кто-то просил Бога, должны были упросить Бога, куда первосвященник шел? Святое святых. Почему? Потому что там находился Бог. Там было присутствие Божье. Там был ковчег Божий. Шли к престолу Божьему. Когда просили о исцелении у Иисуса Христа, куда люди шли? Мы сегодня слышали историю, люди копали кровлю. Я вот сидел и рассуждал, и думаю, Господи, это же было непростая такая. Мы так читаем иногда просто. И думаем, вот Христос сидит в комнате, учит или стоит в комнате битком набитой, учит людей. И тут там тихо как-то разгребли кровлю. Вы знаете, что такое копать глину сухую на крыше, на кровле? Я думаю, вам знакомо, вальки, да, и вот украинские потолки. Ну, примерно в Израиле было что-то похожее. Там не было крыш, как у нас. Там были плоские кровли и достаточно толстый слой глины. Раскопать эту глину, это не пять минут работы. Раскопать эту глину, это могло занять, может быть, час, может быть, два, может быть, три. Но этих четыре мужа, они копали до тех пор. Может быть, люди приходили снизу, говорили, да успокойтесь, что вы делаете, мы не можем ничего услышать. Они долбут, может, какими-то кирками вот эту глину. Они продалбываются, потому что они стремятся к Иисусу Христу. Они хотят увидеть Иисуса Христа. Вспоминаю женщину, страдавшую кровотечением, которая пробивалась через толпу, истощенная, немощная, не имеющая сил, истратившая все. Может быть, она пала на колени, она пробиралась между ног, потому что там больше места, чем между плеч мужей. Если мужчины стоят плечами, они стоят плечом к плечу, но между ногами есть пространство. Она добиралась к Иисусу Христу, она коснулась к краю одежд Иисуса Христа, потому что там было исцеление. Мы сегодня живем во время действия Духа Святого. Как вы думаете, где живет Дух Святой? Где Он действует? Как Он действует? Дорогие мои друзья, Дух Святой, живущий в нас, будучи исполнены Его силы, будучи исполнены Его благодать, и действует через нас, через меня и через себя. Поэтому апостол Павел обращается к Ефесянам и говорит, не мудрость, не познание твое, не твоя самоправедность, не твое поведение, но твоя глубина исполнения Духом Святым играет роль. Насколько близок ты к Духу Святому, насколько много ты посвящаешься в его времени, моля Духа Святого, жить в тебе, быть на месте, где Он должен быть, разве вы не знаете, что вы храм, живущего в вас Духа Святого? Если Дух Святой живет во мне, если Он находится внутри меня, Бог будет действовать, Бог будет исцелять через Духа Святого. Мы живем во время действия Духа Святого. Мы живем во время того, кто называется утешителем. Смотрите, Иисус Христос говорит, что я пошлю вам утешителя. Что же значит слово утешитель на полное значение этого слова? Это значит укрепляющий, советник, помощник, защитник, союзник, друг, и причем навеки. Библия говорит, здесь Христос говорит, что Он будет с вами навеки. Он наш друг, Он наш укрепляющий, Он наш советник, Он наш помощник, Он наш защитник, Он наш союзник, и Он навеки. Он рядом с нами. Но живет ли Дух Святой в тебе? Дорогой мой друг, сегодня стоит вопрос. Исполняйся Духом. Если мы приходим к Богу, в нашей жизни проблемы. Если мы приходим к Богу, у нас в жизни что-то не происходит так, как должно. Если мы не покоряемся Богу, то это говорит о том, что мы не имеем вот этого влияния Духа Святого внутри нас. Человек, выпивающий вино, чем больше его пьет или пиво, или алкоголь, скажем, чем больше он употребляет пива или вот этого алкоголя, а что происходит с ним? Тем больше он теряет контроль над своей плотью. Чем больше я упиваюсь Духом Святым, дорогие мои друзья, тем больше в моей жизни будет видно действие Духа Святого. Тем больше в моей жизни будет происходить чудес Божьих. Тем больше в моей жизни будет явным Дух Святой. Давайте мы обратимся к одному месту Священного Писания. Я хотел бы прочитать его. Записано в Деянии Святых Апостолов, 2 глава. Написано так. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Четвертый стих. И еще один стих. «И изумлялись все, и неудумевая говорили друг другу, что это значит. А иные насмехаясь говорили, они напились сладкого вина». Оказывается, когда Дух Святой сошел на этих людей, на апостолов, и находящихся в горнице, и рядом с горницей, на всех, на кого сошел Дух Святой, они настолько потеряли контроль над своей плотью, они настолько потеряли контроль над самими собой, что люди смотрели на них, говорили, как-то похоже на пьяных. Не обладают собой. Потому что там действовал Дух Святой. Я не говорю, что мы должны имитировать сегодня пьяных. Я не говорю, что мы должны ходить, как пьяные. Я не говорю этого сегодня. Я говорю о том, что если Дух Святой живет внутри меня, я не обладаю собой. Я не свой. Я не имею контроля над собой. Я подчиняюсь контролю Духа Святого. Я подчиняюсь Его руководству. Я не способен делать что-то по-своему в своей жизни, потому что я полностью посвящен Духу Святому. Дорогие мои друзья, мы пятьдесятники. Мы пятьдесятники. Кто еще, как не мы, должен знать, где должен жить Дух Святой? Внутри меня, в моем сердце. В моем сердце. Дорогие мои друзья, я хотел бы сегодня не говорить много. Я хотел бы сегодня призвать нас к молитве. Если ты, дорогой мой друг, чувствуешь, что в твоем храме, в твоем сердце образовалась пустота, там не хватает Духа Божьего. Если ты чувствуешь, что ты не опьянен им, дорогие мои, давайте будем молиться сегодня. Давайте склоним наши колени, склоним наши головы, попросим у Бога прощения, исполнимся Духом Святым, потому что это так нам необходимо. Мы молимся сегодня об исцелении, мы молимся сегодня о действии Божьей благодати, но не будет Божьих действий, не будет Божьей благодати до тех пор, покуда я и ты не посвятим себя и не исполним вот этот указ. Когда стоит колонна солдат, и начальник говорит к ним сделать то или другое, он его не интересует, имеешь ли ты силы, как ты выглядишь, имеешь ли ты обмундирование или нет, пришел ли ты вовремя или нет. Его интересует, насколько активно ты исполняешь его указ. Дорогой мой друг, давай сегодня подойдем к Иисусу Христу, к Слову Божью, именно вот так. Бога не интересует сегодня, кто я, как стар, как молод, как силен, как красив или некрасив. Бога интересует, насколько я исполнен Духом Святым. Давайте будем молиться об этом, пусть Бог благословит нас, пусть Дух Святой сойдет на это место, чтобы мы чувствовали его присутствие, чтобы мы вышли с этого места, живущим в его благодати, чувствующим его внутри себя, как в его храме, на его месте, действующем через нас и в нас. Аминь. Молимся.